МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леерные ограждения, помеха или требования закона. Летние каникулы, время особого внимания за детьми. Котлашане, уехавшие отдыхать на юг, столкнулись с нашествием медуз. 20 замечаний предъявили городские власти к отремонтированному тротуару на Луначарского. Среди которых вода на тротуаре, следы от техники. Накануне Котласский асфальтобетонный завод. Именно эта организация проводила ремонт тротуара. Приступил к исправлению выявленных недочетов. Они должны уложить еще один слой асфальта. Кроме того, рабочие не убрали за собой мусор, оставленный при ремонте. На устранение замечаний подрядчику дано две недели. В продолжении темы благоустройства. За последние 4 года в Котласе заметно выросло количество леерных ограждений. И вот только не все котлашане этому рады. Подъезжаешь на машине и приходится входить, не подойти к аптеке, ни к магазину, ни к аптеке. Или проход какой-то делать. Как для пешеходов, для меня плюс. Для меня не мешают они. Конечно минус. Потому что напоминает тюрьму, где много заборов. Ни к чему они. Тема установки леерных ограждений сегодня стала самой обсуждаемой. На внеочередной сессии депутатов народные избранники собрались для внесения корректировок в бюджет города. И программа безопасности дорожного движения была одним из пунктов, на которую нужно было перенести финансирование. Предприниматели нашего города жалуются на то, что после установки леерных ограждений подъехать к этим точкам их бизнеса, столовые, рестораны, кафе, магазины, для покупателей очень проблематично. Позиция городской власти в этом вопросе однозначно. Установка ограждений это не прихоть, а требование закона. Это ведь не наше желание. Есть требования, нормативные требования ГОСТа по установке данных ограждений. Есть требования ГИБДД и прокуратуру тоже мы в прошлом году собирались. Прокуратура также поддержала мнение ГИБДД о том, что есть норматив и устанавливаются ограждения. В соответствии с требованиями ГОСТа на всех регулируемых пешеходных переходах в каждую сторону не менее 50 метров устанавливается перильное ограждение пешеходное, а также не менее 50 метров от каждого пешеходного перехода расположенного вблизи детского дошкольного учреждения. Любые разрывы в ограждениях, как бы этого не хотели жители, будут нарушением закона, да и могут привести к самым печальным последствиям. Ведь барьеры устанавливают не для того, чтобы не заезжали машины, а для пешеходов, которые переходят дорогу в неположенных местах. Года три назад произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина 79 лет перебегала проезжую часть по улице Майковского, в районе Людмилы. На автобусную остановку как раз разрыв был менее 50 метров. Произошло дорожно-транспортное происшествие, женщина погибла. После этого было выдано предписание именно установки ограждения именно в пределах 50 метров. В спорных вопросах на первом месте всегда безопасность людей. Кстати, по статистике, после установки лейерных ограждений количество ДТП с пешеходами в Котласе заметно снизилось. Помимо вопроса о безопасности дорожного движения на 67-й внеочередной сессии, городского собрания депутаты проголосовали за изменения в сторону увеличения доходной и расходной части бюджета. А также перераспределили некоторые статьи расходов. Народные избранники одобрили ассигнование для обучения спасателей. Выделили средства на установку видеонаблюдения в Двинопарке и на Горбатом мосту. Капитальный ремонт дорожек в детских садах «Семицветик» и «Золотой ключик» на ремонт кровли в Лиминском ДК и покупку гидромолота «Горводоканалом». В итоге по решению принятому на сессии сумма доходов городского бюджета увеличится более чем на 4 миллиона рублей за счет роста налоговой базы и приватизации. Расходы вырастут на 3,9 миллиона. Дефицит бюджета уменьшится более чем на 130 тысяч рублей за счет снижения кредитной нагрузки. К происшествиям котловские спасатели оказали помощь мужчине, который упал с обрыва реки. Все произошло накануне на берегу Северной Двины в микрорайоне Док. По словам очевидцев, двое мужчин отдыхали возле крутого берега. В какой-то момент один из них потерял равновесие и скатился вниз. Когда мы выехали на место, по прибытию на встречу нам попались очевидцы. Они пояснили, что он живой. Мы все равно взяли медокладку, щит спинальный. Полезницы спустились вниз, подошли к нему, поинтересовались, как он себя чувствует. Он попросили пошевелить руками, ногами. Он сказал, что все со мной хорошо, все нормально. Спасатели помогли мужчине подняться на берег, где его осмотрели медики. Пострадавший отделался ссадинами и ушибами. В летний сезон травмы часто случаются не только со взрослыми, но и с детьми. Ожоги, отравления, падения с высоты. Зачастую виной тому родителей, которые оставляют своего несовершеннолетнего ребенка без присмотра. За последние три месяца в Котласе и районе произошло три аварии, в которых пострадали подростки, управляющие мототехникой. Это всевозможные скутеры и квадроциклы. В половину больше аварий произошло с участием юных велосипедистов, которые не переходили дорогу, как полагается, а переезжали, что неправильно и небезопасно. Падение с высоты – еще одно происшествие, в котором чаще всего пострадавшими являются малолетние дети. В феврале этого года шестилетний малыш упал с высоты четвертого этажа. При этом его родителей не было дома. Ребенка со множественными травмами с помощью санавиации экстренно отправили в Архангельск. Ребенок поступил в очень тяжелом состоянии, у него политравма. То есть есть скелетная травма, словно бедро, открытый перелом. Есть тяжелая черепно-мозговая травма, лицевая травма. Тупая травма груди, тупая травма живота. То есть, в принципе, он травмировал все, что только можно. Аналогичный случай произошел в начале этого месяца. Девочка выпала со второго этажа общежития на Невского, 22, с высоты почти 6 метров. В итоге все обошлось. В момент прибытия службы на месте находились сотрудники скорой помощи. Сотрудники службы спасения оказали им содействие и транспортировали ребенка до скорой помощи. В сети набирают просмотры видео чудесного спасения. В Новокузнецке при падении с высоты полутора годовалого ребенка поймала 64-летняя женщина, случайно проходившая мимо. В этот момент мама и папа ребенка занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице на руках у неизвестной женщины. Медики диагностировали у мальчика незначительные ушибы. Во избежание подобных случаев родителям нельзя оставлять своих чат без присмотра. Кроме того, необходимо постоянно проводить с ребенком беседы о том, что можно и что категорически нельзя делать, чтобы избежать несчастных случаев. Разнообразить жилетний досуг, чтобы ваши дети не скучали дома, помогут аниматоры молодежного центра, которые по будням с 17 до 19 часов ждут юных котлашан на дворовых площадках для совместных игр и активных развлечений. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 44-летней Наумовой Ольги Викторовны. 18 июля женщина ушла из своего дома, расположенного в Котласе на проспекте Мира. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы на вид 40-45 лет, рост около 160-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, длиной до плеч. Среди особых примет на левой голени имеется шрам от ожога. Если вы знаете о том, где может находиться разыскиваемая, звоните по телефонам, номера которых сейчас на экране. В стае божьих коровок гигантские медузы и потоп. Такой отдых запомнится туристам надолго, а некоторые котлашане даже стали очевидцами этих природных аномалий. Азовское море, нашествие медуз. Таких медуз я вообще в жизнь, конечно, нигде не видала. Жительница нашего города Елена Семерякова с дочкой сейчас отдыхает на Таманском полуострове в поселке Кучугуры. С первого же дня котлашанки увидели то, что повергло их в шок. Немыслимое количество гигантских медуз у самого берега. От их количества вода как будто превратилась в кисель. Купаться здесь не только противно, но и крайне опасно. Вечером пошли, по телу какое-то покалывание. Потом с одними познакомились, спросили, у других спросили. В общем-то у всех такое вот покалывание, как электрошокером тебя вот так тихонечко задевает. Женщина на другой день на экскурсии нам сказала, что медузы выпускают какой-то там яд, и что купаться-то как бы не разрешается в это время. Это было что-то, они еще и жалят. Просто посмотрите, куда мы приехали. Все море в медузах, и тут дофига медуз. И вот мама вылавливает медуз. А? Смотрите, какая огроменная. На пляже Ханапы в Сочи в этом году медуз не больше обычного. Там проблема с жуками. Откуда ни возьмись, появились стаи божьих коровок. И хоть для человека они не опасны, поскольку питаются только другими насекомыми. Однако их количество пугало и раздражало некоторых отдыхающих. Кусать и очень больно. Их просто здесь очень много. Комары, я могу сказать, просто отдыхают. Просто отдыхают. А вот отдыхающие Туапсинского района столкнулись с проблемой посерьезнее. Там в первых числах июля, в курортном поселке Лермонтово, из-за сильного ливня, река Шапсуха вышла из берегов, затопив населенный пункт. В домах не было ни воды, ни электричества. Движение на участке федеральной трассы закрыто. Дорога обвалилась в нескольких местах. Ибо скоро, вот трасса федеральная трасса, вот смотри, это полная... Котлашанин Кирилл Коновалов видел все своими глазами. Вместо отдыха с семьей ему пришлось подниматься в горы, чтобы спастись. И когда мы уже поднялись на верхнюю точку, в гору, ну то есть уже выше некуда было идти. Вот там еще сверху спускались ручьи от горной реки. И мы думали, что нас вообще полностью затопит. Потому что у нас машина уже... Практически полколеса было в воде уже. Там уже сверху. Мы познакомились с мужчиной, его зовут Арсен. Он там живет с рождения. И сказал, что вообще ни разу такого не было. Не обошлось в Туапсинском районе без жертв. В селе Дифановка вышедшая из берегов река с обочины смыла в канаву автомобиль. Находившаяся в нем 37-летняя женщина и ее 14-летний сын погибли. Пожилой мужчина не смог выбраться из своего дома в селе Горском. С чем связаны подобные аномалии, доподлинно неизвестно. Ученые предполагают, что на Кубани меняется климат. И экосистемы подстраиваются под новые условия. Тем не менее, основные факторы хорошего отдыха остаются прежними. Море, солнце и целый месяц лета впереди. К тому же российский турист не испугливый. Кстати, путевку в Сочи на август можно приобрести в пределах 50 тысяч рублей. Отдых в Крыму обойдется вам около 70 тысяч. Так что, если есть время, деньги и желания, отправляйтесь в путешествие. У меня на этом все. Далее смотрите наш удачный проект. А я делаю так. Кстати, принять в нем участие может каждый желающий. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова